На популярном интернет-ресурсе вышла интересная статья от экспертов, которые утверждают, что после того, как Аваков ушел со своей должности, власти попытаются разрушить систему, созданную им. По их словам, это может негативно сказаться на общей безопасности Украины. В статье говорится, что в планы властей входит вывод некоторых служб из подчинения министерства. За семь лет правления Авакова Министерство внутренних дел из обычного полицейского управления превратилось в мощную империю. Национальная полиция, национальная гвардия, пограничная служба, спасательные службы, миграционная служба. Количество и качество сотрудников полиции резко возросло, но с самого начала своей каденции Владимир Зеленский хочет вывести из-под контроля МВД Госпогранслужбу и Нацгвардию. Это задание было дано Денису Монастырскому, подчеркивают эксперты. Авторы указывают, что Арсен Аваков категорически выступает против подобных манипуляций с органами, которые гарантируют внутреннюю безопасность страны. По словам авторов, теперь ничего не мешает правительству осуществить свой план. Кроме того, известный политолог Фесенко уверен, что уход Авакова с должности главы МВД вполне логичен. Основная причина – Ермак, поясняет эксперт. Он убедил президента, что в конечном итоге необходимо взять это ведомство под свой контроль, чтобы все силовые структуры перешли под контроль президента. Зеленский также готовится посетить Вашингтон для встречи с президентом США. Особое внимание США уделяет реформированию украинской правоохранительной системы. От полиции до СБУ. Многие эксперты уверены, что коренная модернизация МВД провалилась. Очевидные изменения в Министерстве внутренних дел произошли в 2015-2016 годах, когда появилась патрулирующая страну полиция. Хотя позже штат министерства частично изменился. Полиция переоделась в форму западного образца и предоставила современные японские гибридные автомобили. Реформа не достигла в полной мере своих целей. Повторная сертификация, которую изо всех сил пытались провести гражданское общество и международные доноры, не удалась, потому что изначально законы и процедуры не работали, сказала Татьяна Печенчик, директор правозащитного центра Змина. А уволенные полицейские через суд вернулись на свои места. Ошибок в деятельности Авакова на посту главы МВД было предостаточно. Даже десятой части этого достаточно, чтобы политик ушел в отставку в демократической стране, резюмирует Печенчик. Но Аваков был непотопляем, как бы возмущались люди в Фейсбуке, сколько бы активистов не вышло. Еще одной причиной увольнения Авакова стало его чрезмерное влияние, считают эксперты. Поскольку он довольно закрыт для публики, его интервью можно пересчитать по пальцам. Аваков остался номер один. Контроль над более 130 тысячами полицейских, прямое влияние на нацгвардию, включая батальон АЗОВ и 7% госбюджета на нужды МВД, дали министру широкие возможности влиять на ситуацию в стране.